Здравствуйте дорогие коллеги! В рамках мультимедийной школы Казахстанского пресс-клуба я хочу вас познакомить с моим любимым мультимедийным сервисом, который позволяет создать инфографику. Вы видите сейчас на экране замечательные примеры инфографики, которые помогут вам визуализировать вашу историю. То есть рассказать ее не языком скучных цифр, а сделать это с помощью красивой и интересной картинки и привлечь внимание ваших читателей как в газете, так и на веб-сайте. Инфографика сейчас очень модный мультимедийный инструмент, но дело в том, что не во всех городах есть качественные дизайнеры, которые могут это сделать или иногда это очень дорого. Новые технологии вам в помощь и я представляю сайт, который называется izel.ly и это бесплатный инструмент для создания инфографики. Для того, чтобы начать с ним работу, вам нужно зарегистрироваться. В правом верхнем углу вы видите две клавиши, это логин и регистр. То есть вы можете зарегистрироваться, потом залогиниться, когда будете работать с инфографикой. Здесь 14 шаблонов, очень интересные инфографики. Собственно, это то, что вам нужно для создания самых популярных графиков для своих изданий. Мы, например, с друзьями очень любим вот этот вот инфографик, который позволяет рассказать множество историй. Для того, чтобы начать с ним работать, вы должны на него нажать и будете перемещены в редактор, где, собственно, будет проходить вся ваша работа. Для того, чтобы это происходило быстро, нужен хороший интернет. Но так как я сейчас еще записываю наш урок, поэтому так немножечко это долго происходит. Все записи, все элементы на этой странице можно изменить. Для того, чтобы это сделать, вы должны щелкнуть по записи, которую хотите поменять, один раз для того, чтобы ее, например, подвинуть, и два раза для того, чтобы на ней что-то на ней изменить. Два раза я щелкаю левой клавишей мыши, и появляется окошко, где я могу написать свою запись. То есть сервис поддерживает кириллицу, я переключаюсь на русский шрифт и пишу на кириллице. Когда вы закончили, вы просто еще раз щелкаете по левой клавише мышки и видите уже надпись вашу. Если какая-то надпись в этом инфографике вам не нужна, щелкаете по нему один раз, и, собственно, она вам не нужна. Это надпись, вы ее хотите просто удалить. Появляется еще одна панель сверху, и здесь вот такой значок корзины, то есть то, что вам не нужно, вы отправляете в корзину. Когда вы закончили работу над каким-то словом, закончили работу с каким-то объектом, я рекомендую вам его зафиксировать, потому что, так как все объекты подвижные, вы работаете в режиме онлайн, что-то может сдвинуться. Когда вы это зафиксируете, оно потом после этого не будет уже двигаться, и ничего у вас не поломается в вашей инфографике. Далее. Если вам не нравится какая-то фигура, какая-то картинка в этом шаблоне, вы можете ее заменить. Опять же, наверху верхней панели вы можете увидеть такой раздел, который называется «Объект». Вы его открываете, вы его открываете, можете выбрать отсюда любой объект, который, на ваш взгляд, может быть интересным в вашей инфографике. Для того, чтобы вставить его в шаблон, вы должны его просто взять и перетащить на шаблон. Сейчас он здесь появится. Но я не думаю, что он здесь нужен, этот объект, так что я его удаляю. Что вы еще можете поменять? Вы можете поменять бэкграунд, то есть задний фон. Если вам это нужно, вы можете изменить фон, цвет выбрать. Здесь есть много вариантов. Вы можете поменять текст. Опять же, вы можете поменять начертание. Это может быть полужирно, если вам это нужно. Вы можете сделать это в качестве заголовка. Вы можете поставить стрелочки. Для инфографики это достаточно популярные такие элементы, которые вы можете в своей инфографике использовать. И, конечно, вы можете закачать в этот инфографик что-то свое. Эта процедура тоже очень простая. Вы нажимаете «Оплоат», выбираете файл, который хотите закачать со своего рабочего стола или любой другой папки на своем компьютере. И потом можете использовать. Если вы чего-то не видите, вы можете пользоваться клавишами зома для того, чтобы увеличивать или уменьшать ваше изображение на вашем рабочем столе. Опять же, очень важная такая штука. Если вы начнете менять что-то в самом шаблоне, начнете это двигать, к примеру, вы увидите такие две замечательные линеечки, которые позволяют выровнять ваш объект, который вы двигаете, на уровне других объектов, которые расположены на этом инфографике. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что это вы делаете сами, а не привлекаете профессионального дизайнера, это все должно быть не криво выполнено профессионально. После того, как вы все закончите, есть такая замечательная клавиша, как «Save». Ничего тут сложного нет, вы нажимаете, вы сохраняете, и потом вы можете это использовать. Можете использовать это как на своем веб-сайте, используя в код для того, чтобы встроить его на страницу, или вы можете использовать это, сохранить это как картинку, использовать это в своем издании, то есть напечатать это. Я покажу вам, как казахстанские средства массовой информации это используют, вот замечательный сайт «Нового Вестника», это карагандинское мультимедиа-издание, у которых есть и газеты, и замечательный веб-сайт, nv.gz, кто не знает. И вот с помощью этого сервиса сделана вот такая вот простенькая инфографика. На самом деле, производство такой инфографики занимает, будет, наверное, примерно полчаса. То есть, в принципе, если вы наловчитесь, вы можете, наверное, это быстрее сделать. Ну, конечно, должна и быть идея хорошая. И вот такая вот инфографика, которая сделана газетой «Уральская неделя», которая рассказывает о том, как выжить в жару. Когда есть хорошая идея, производство инфографики, конечно, гораздо быстрее. Я надеюсь, что этот сервис вам тоже понравился, и вы будете его использовать в своей работе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok